В Челябинске стартовал судебный процесс по делу серийного убийцы. На его счету 10 жертв. Житель Картолов Андрей Захарченко поджег 3 жилых дома, став виновником гибели 9 человек, в том числе 4 детей. Еще одного он забил до смерти камнем и сбросил в яму. В зале суда подсудимый Захарченко спокоен. На лице 37-летнего обвиняемого в убийстве 10 человек кажется ни капли раскаяния. Виноватым себя не считает. То есть вы полностью вину по всем составам преступления, которые вам меняют, не признаете? Правильно, вы знаете? Да, ваша. Тем не менее, следствием установлено, что в 2011 году этот человек решил украсть ботинки и деньги у своих знакомых. Забрался в их квартиру, нашел 60 рублей и обувь. Трудно представить, но чтобы замести следы этого ограбления, он решил все спалить. В это время там спали 4 человека, среди них был ребенок. В результате умышленных преступных действий Захарченко от возникшего пожара Бондарь, Байкалова, Шандалина и ее малолетняя дочь Шандалина, 2011 года рождения, скончались 13 мая 2011 года на месте происшествия от отравления окисью углерода угарным газом. Чуть позже, по такому же сценарию, он залез в частный дом других знакомых. Там в это время спали двое взрослых и трое детей. В этом пожаре не выжил никто. Другого своего товарища он в ходе пьяной ссоры до смерти забил камнем и сбросил тело в яму. Также подсудимый обвиняется в убийстве знакомого во время распития спиртных напитков и в ряде других преступлений. Сегодня в судебном заседании он свою вину не признал. Всего на его счету 10 жестоких расправ. Выслушав подробности обвинения, подсудимый рассмеялся в зале суда и не стал комментировать предъявленные ему статьи. Да лишь бы не застрелил гражданин прокурор, прям все. Я лучше не буду вашим. Не будете? Саживайтесь. За все свои зверства Андрей Захарченко может получить пожизненный срок заключения.